Очень много споров, особенно здесь на Норд-Уесте, идёт по поводу воскресения Иисуса. Дело в том, что есть группы христианские, в которых популярна идея о том, что Иисус был распят в среду и воскрес в субботу. Основываются они на тексте из Евангелия от Матфея, где Иисус говорит, «Не дастся вам ничего, кроме знамения Ионы, который и так Сын Человеческий будет в сердце Земли, три дня и три ночи, так и Сын Человеческий, это Матфея 12.40, будет в сердце Земли три дня и три ночи». Если мы говорим по Евангелии от Луки, 24 глава написана прямо. В этот день была пятница, под конец дня, наступала суббота, а когда Иисус воскрес? Даже раньше, чем подошли ко гробу в первый день недели. Три дня ещё куда не шло, где вы три ночи возьмёте? Серьёзный вопрос. Вопрос заключается в том, что Иисус неоднократно говорит о Себе следующие слова. «Сыну Человеческому нужно было пострадать и на третий день воскрес». Третий день? Пожалуйста. Откуда здесь взять три дня и три ночи? Я сам немножко даже размышлял. Пару месяцев назад познакомился я с одним израильтянином, моим тёзкой, который сейчас живёт в Канаде, на севере Канаде работает экскаваторщиком. Человек изучает священное описание. Он мне задал вопрос. А почему здесь в русском синодальном переводе Сын Человеческий стоит с большой буквы? «Ведь он же не был три дня и три ночи во гробе». А кто был три дня и три ночи в Евангелиях описан, знаете? Лазарь был. Вот вам и знамение. Лазарь был три дня и три ночи. Я считаю, что это ответ правильный. Это не моя идея. Я вам просто привёл пример человека, который неплохо занимается и изучает священное описание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова